Перед нами хромосома. Хромосома имеет несколько существенных элементов строения, в которых нужно разбираться. Сама хромосома, как нам известно, образована сильно конденсированной молекулой ДНК. При этом, но это все равно, что свернует, знаете, огромное футбольное поле до размеров теннисного мяча. Примерно такая вот степень конденсации молекулы ДНК в хромосоме происходит. Так вот, после того, как двойная спираль, двойная спираль молекулы ДНК сконденсируется в хромосому. Так, мы можем разобрать некоторые элементы строения хромосомы. Хромосома состоит из двух идентичных друг другу хроматин. Каждая из хроматин состоит из вот этой вот самой молекулы ДНК, одинаковых молекул ДНК, которые у нас образовались в процессе репликации. То есть они были в развернутом виде две такие молекулы ДНК, длинные, соединенные в определенном участке. Затем, когда пришло время делиться, молекула ДНК свернулась, сконденсировалась, сконденсировалась, но осталась соединенной в определенной области. Эта область называется центромера. Таким образом мы получили две одинаковые хроматиты. Каждая из них образована от абсолютно одинаковой молекулы ДНК, которые свернуты абсолютно знаковым, устойчивым образом. Участки, отделенные вот этой центромерой, в каждой из хроматит называются плечами. При этом у нас выделяется короткое плечо, здесь оно в английской зарубежной терминологии, оно называется P-arm, и длинное плечо Q-arm. Кроме того, на концах у нас имеются теломеры, это такие участки молекулы ДНК. До конца они еще не изучены, но проще всего объяснить, что выполняют они защитную функцию, они не соединяются с другими хромосомами, они участвуют в процессе репликации, эти участки ДНК, и выполняют множество функций, в том числе в процессе репликации, в процессе деления клетки, в процессе репарации клетки во время повреждения. До конца весь спектр функций теломера еще не изучен. Итак, хромосома состоит из двух хроматит, каждый из которых идентична. Каждая хроматита имеет по два плеча, короткая и длинная, на концах имеет теломеры. Каждая из этих хроматит имеет на концах теломеры, и соединены эти хроматиты в области центромеры.